Разбираемся с редактором Emax. Запускаем Emax. Я нажимаю Alt F2, это в Trisk или выпускается такое окно. Я пишу Emax. Вот загружается Emax. Это текстовый редактор. У него файл настроек его хранится в файле, который называется .emax. То есть я нажимаю Ctrl X R L, попадаю в закладки. В закладках у меня есть файл .emax. Это файл, который находится в корневой папке пользователей, называется .emax. Я его открываю. Чтобы попасть, вот я сейчас нахожусь в середине файла, в частности функции start.erc.mtalkman. То есть это функция, которая запускает ERC. ERC это плагин для Emax для связи с ARC. Вот. То есть в частности эта линия, это список каналов, к которым я автоматически подключаюсь при вызове этой функции. Соответственно, чтобы мне попасть в начало документа Emax, я нажимаю Alt Shift и запятая в английской раскладке. Попадаю в начало документа. Это документ написан на ELISP. То есть он, то есть это как бы программа, да, для того, чтобы настроить Emax с другими настройками. Не с настройками по умолчанию, а с другими настройками. Вот. Каждый пользователь сам его создает, настраивает, меняет что-то. Вот у меня такой файл. Значит, что здесь? В этой строчке задается темный фон, шрифт, там всякая ширина и так далее. Потом следующая программа, это задается OpenSSL, то есть соединение по SSL, то есть защищенное соединение. Вот. Я его использую для связи с Freenode. То есть я подключаюсь к ARC серверу по этому защищенному соединению. Соответственно, сертификаты различные. Вот эта строчка, она задает директорию, где хранятся исходные коды Emax 24.4. То есть с помощью Emax можно легко смотреть, ну удобно смотреть исходные коды самого Emax. Следующая строчка, это запускается сервер, то есть Emax запускается в режиме сервера. И соответственно, следующие программы, которые я запускаю, я их запускаю в режиме клиента. То есть я запускаю, например, Emax клиент, да, с расширением C. То есть запускается уже клиентский Emax, который подключается к серверу. Чтобы расширить окно на полный экран, я нажимаю Ctrl-C, Ctrl-M, M. У меня увеличивается окно. Чтобы закрыть этот клиентский Emax, я нажимаю Ctrl-X и Ctrl-C. Закрываю. Следующее. Задается, убирается Scroll Bar, Menu Bar, Toolbar. Вот это сама функция, Define функция. Я описываю функцию, которая запускает ERC. Вот, в этой функции я использую файл, в котором хранится пароль от ERC. То есть я зарегистрирован на фриноде под каким-то именем, у меня пароль. И этот пароль хранится в этом файле. Но, чтобы никто его не прочел, он зашифрован, этот файл на диске зашифрован. Вот, соответственно, загружается этот файл, расшифровывается и используется пароль этого файла при соединении. Дальше, там, фильтрация всяких сообщений в ERC. Это каналы ERC, настройка ERC различная. И вот кнопка, последовательность кнопок, которые я запускаю, чтобы запустить эту функцию. Я нажимаю Ctrl-C, Ctrl-M, E. Соответственно, любой человек, как ему удобно, он и меняет это, например, какую-то другую комбинацию клавиш, чтобы запустить функцию. Дальше идет CASC. То есть, CASC это программа, которая позволяет автоматизировать подключение плагинов к EMAX. У EMAX много плагинов. Я, например, запускаю плагин ESHEL, то есть, командная строка. Я нажимаю Ctrl-C, Ctrl-M, S. Запускаю ESHEL. Вот, иду в папку EMAX.D, и в этой папке у меня есть файл CASC. CASC, большое. Вот, я открываю этот файл, нажимаю Ctrl-X, Ctrl-F, и открываю CASC. Вот этот файл CASC, в нем пишется, откуда качаются приложения к EMAX, от чего они зависят, то есть, какие приложения качать, какие плагины качать, то есть, Expand Region, IceJump, AfterComplete, Yasnippet, Projectile, Haskell Mode, PHP Mode. То есть, все эти моды, все эти расширения к EMAX, они автоматически скачиваются этим CASC и устанавливаются в EMAX. То есть, не вручную устанавливать их, а с помощью этого расширения. Я нажимаю Ctrl-X, чтобы закрыть это окно. Вот, соответственно, чтобы пользоваться CASC, надо его установить суперпользователем или суду, да, то есть, вы набираете или су, или суду, потом apt-get, это пакетный менеджер, команда install, и устанавливаете CASC. Таким образом, вы установили CASC, создали файл CASC и запускаете CASC. Он скачивает все плагины к EMAX, автоматически их устанавливает. Так как у меня все установлено уже, я тут ничего не видно. Я закрываю Ctrl-X, Дальше, смотрим опять EMAX, инициализация CASC, настройка модулей, которые CASC подключил, да, hail-мод, курсор-мод, различные моды, например, замена yes to y, end to end, да, чтобы сэкономить и до, и до-мод. Вот. В общем, я смотрел курс по EMAX, и таким образом сделал этот файл. Вот. То есть, в принципе, что еще здесь есть? Current, Select Current Line, функция, опять, Create Snippet, функция, которая создает Snippet, да, то есть можно самому создать Snippet, то есть я нажимаю Alt, кавычка, вот, и создаю Snippet. Alt, кавычка, Alt, кавычка, вот, функция вырезать текущую линию или регион, потом копировать регион, вот функция дуплик, дупликат, currently, дупликат, currently, то есть, что это значит? Это значит, что я, например, нажимаю Ctrl, Shift, Y, и я копирую текущую линию полностью, вот, я нажимаю Ctrl, Shift, Y, и скопировал линию, потом я нажимаю Ctrl, X, U, и отменяю это действие, вот, вот это, в e-max много плагинов, например, плагин Gnus, чтобы посмотреть почту, я нажимаю кнопку Ctrl, C, Ctrl, M, G, и запускаю Gnus, то есть, Gnus можно запустить как? нажимаешь Alt, X, и пишешь Gnus, да, но, не всегда это удобно, я нажимаю Ctrl, G, чтобы отменить, да, и, можно задать какую-то комбинацию клавиш, вот я задал Ctrl, Ctrl, M, G, запускается Gnus, точно так же, E-Shell, Remember, то есть, например, какие-то быстро заметки записать, да, календарь, Flyspell, то есть, проверка правильности написания слов, и увеличить окно на полный размер, в предпоследней строчке у меня вот тоггл увеличивает размер окна, то есть, запускается E-Max, он считывает этот файл E-Max, доходит до этой строчки, и расширяет E-Max на полный экран, последняя строчка, я не знаю, она как-то появилась сама, но пусть остается, вот, ну, в общем, это и все, я закрываю Ctrl, X, K, это, это у нас, закладки различные, я тоже закрываю Ctrl, X, K, и закрываю E-Max, X, C, они проверка, vertically, и все, и все,